По поручению губернатора Евгения Куйбышева в Кушве торжественно с символическим ключиком с разноцветными шарами и алой ленточкой открылся межмуниципальный центр социальной реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, о чем главу региона попросили родители детей, нуждающихся в особой заботе государства, и власть оперативно откликнулась на их просьбу. Новый центр, разместившийся на первом этаже жилой трехэтажки на улице строителей, поможет адаптироваться в реальной жизни особенным детям не только Кушвы, но и Красноуральской верхней Туры. Открытие отделений не в Екатеринбурге, а в муниципалитетах, это, конечно, особенно значимое дело, потому что это позволяет получить доступность, потому что люди живут в самых разных, в том числе отдаленных точках, у них не всегда есть возможность приехать в Екатеринбург, и они могут из соседних муниципалитетов, в том числе, прийти сюда и получить, по сути, вот такую первичную реабилитационную помощь. Это очень востребовано, если это делать регулярно, это скажется на качестве жизни, ведь это должны быть полноценные граждане, которые радуются, которые живут вместе с нами, которые получают, так сказать, все то, что они должны получать от общества, государства и так далее. Жительница Кушвы Юлия Голанова обратилась к губернатору Евгению Куйбашеву с просьбой открыть в ее городе реабилитационное отделение, в которое она бы могла приводить свою 14-летнюю дочь. Раньше Юлии приходилось возить девочку в Нижний Тагил. «Там, конечно, прекрасный центр, но уезжать из дому на три недели было и дорого, и сложно», признается женщина и уточняет, что на той встрече с главой региона она озвучила не только свою личную просьбу. Далее цитата. «Я представляла целую команду мамочек, которым очень не хватало такого центра, и теперь он есть. Большое спасибо». На капитальный ремонт помещения площадью в 300 квадратных метров и на оснащение центра всем необходимым реабилитационным оборудованием власть выделила из областного бюджета без малого 26 миллионов рублей. В новом центре социальной реабилитации детей-инвалидов есть все необходимое – кабинеты логопеда и психолога, актовый зал, зал адаптивной физкультуры и особенные комнаты, сенсорная и эрготерапевтическая, или по-русски говоря, кабинет трудолечения, в котором дети в игровой форме смогут получать жизненно необходимые навыки по развитию мелкой моторики и не только. «Можно переключиться на что-то другое, и обязательно будет происходить какое-то движение, какое-то развитие ребенка, то, что поспособствует в дальнейшей жизни». Каждый месяц новый центр будет обслуживать 65 детей и подростков. Это прописано в государственном задании, и до конца года курс реабилитации здесь могут пройти около 200 особенных детей. Если же говорить в целом, Свердловская область участвует в федеральном пилотном проекте по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Возможно, не все знают, в чем разница между первым понятием и вторым. Если говорить совсем просто, реабилитация – это процесс восстановления утраченных умений, в том числе психологических и интеллектуальных. При поддержке губернатора Евгения Куйвышева наша область участвует в пилотном проекте, благодаря которому с июня прошлого и по октябрь нынешнего года на Свердловщине уже более 1200 детей прошли трехнедельный курс занятий, на которых применяются самые передовые технологии, с использованием наиболее продвинутого в смысле реабилитации оборудования. Оплата производится посредством электронного сертификата, который семьи получают от Фонда социального страхования. Сумма сертификата варьируется от почти 80 тысяч до 103.